Прикольненько. Здорово, Чуча. Здорово. К переезду готовы, нет? Да. Хочу прямо завтра. Зрители спрашивают, как ты переедешь, что ты в школу любишь, что у тебя друзья тут, расскажи им, как ты переедешь. Ну, выйдем, возьму и перееду. Там же море, круглые года текло. Я в куртке буду ходить зато зимой. Розу я дарил Юльке, когда она в больнице лежала на День всех влюбленных. И она до сих пор постоянно растет, цветет и пахнет. Да, и тут очень много бутонов. Тринадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Последний остался. И вон еще тринадцать, четырнадцать. Еще те, которые еще не распустились, тут куча. Это самое отстойное во всех этих переездах, блин, это собирать. Это самое отстойное, когда у тебя дохреновидит. А это из-за тебя все, это ты хапула какой-то. А я просто выкину. Какой-то, блин, этот самый. Так а выкидывать-то уже жалко тебе. Как это жалко? Надо скупать все в нашу квартиру, в Питерскую. Все равно мы ездим с места на место, блин, постоянно. Что мы, блин, так приезжаем вечно, как на затаре. У нас какая-то, сколько распродаж у нас было за год? Две уже? Я не знаю, куда это барахло выкидывать, вроде жалко. Не, так вещи как бы отдать можно. Сейчас один раз написать, а плечи у тебя здесь уже толпа будет. Знаешь, мне лень снимать и что-то придумать. Так и не снимай, господи, ты просто на пол что-то. Нет, ты возьми то, что тебе надо. А потом я пойдусь и пройдусь по твоим шкафам. Да ты тот что, мама? Я вчера отложил то, что мне надо. Зарядка автомобильная, где она? Ну, скорее всего, вместе с автомобильными вещами загнала. Я же их скидывала автомобильную, не автомобильную. Думала, тебе не надо, не надо. Так это смысл спрашивать, тебе что нужно? А я поняла, что тебе не надо. Короче, нам надо сплавить сумку-холодильник. Охренную сумку-холодильник. Покажи ее, что тут не видно. Сумка-холодильник с четырьмя вкладок. Аккумуляторы холода они называют. Аккумуляторами холода, четыре штуки. Она на 17 литров, и на нее можно садиться 250 килограмм. И есть куча светильника. Ой, да, сведи, выйди на свет, на нормальный. Как они называются? Потолочные встраиваемые светильники. Красивые, красные, вообще офигительные. Кстати, дорогие немецкие. И у нас таких, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И лампу к ним. Фотопринтер, смотрите, блин, офигенная штука. Я им уже не пользуюсь. Маленький вот такой принтер, печатает чисто фотографии. 10 на 15, но печать у него сублимационная. Не как обычный принтер печатает там чернилами. А у него там сублимация идет. То есть, фотки такие не выцветают. Даже через, там, 30 лет. Он гарантия 99 лет. В общем, так, народ. Будет под этим видео ссылка. Мы все отфотографируем. И все выложим в группу ВКонтакте. Давай? Давай. В понедельник выйдет в нашей группе пост с фотографиями со всем, что мы тут соберем на распродажу. И то, что бесплатно, тоже отдадим. Тоже будет. Так мы умудрились так обрасти всем этим говном. Мы живем в обществе потребителей. То есть, мы покупаем вещи и половину этих вещей вообще не пользуемся никогда. Где, Харлёх, гулять пойдешь? Я, кстати, видела шапку поменял? Нет. Все. Осень в Петербурге называется. О-о-о-о. Ну, самое смешное, я написал тогда про Крым с 20-го по 30-го. Я даже не думал, что именно с 20-го по 30-го. Но так и получилось. То есть, 30-го я выложил последний. Ты просто написал с 20-го? Нет, не писал до какого. Нет, не писал до какого. Примерно прикинул, что так примерно получится. Ну, осень. Октябрь, октябрь, октябрь на... Нет, все. Ну-ка, мы. Где-то до 20-го число, наверное, выберемся. Я неделю назад смотрела фотографии, ну, подружек, там, с детьми. Они одеты, блин. У нас 30 градусов жары было. Я сидела дома, мне нельзя было выходить. Они были одеты в такую куртку дутую. Ну, не прям пуховик, а просто такая тонкая дутая. И дети такие же, блин, в шапках укутанные. Вы уже заметили, кстати, что я камеру новую купил? Теперь у меня более клевая картинка. Все для вас, блин, все для вас. Ну, картинка картинкой, но я окончательно раскрыл заговор YouTube. В общем, подтвердилась моя теория о том, что когда ты заливаешь видео, допустим, с Беларуси, то он это видео не показывает ни на Россию, там, ни на Украину, никуда. То есть случайные залетные пассажиры, конечно, видят какие-то, но их, естественно, очень мало. И вот в поездке это было хорошо видно. Стоило мне выехать за границу Беларуси, на территорию России, где-то два дня, и Google еще подумал, и потом начал просто мои видосы пиарить там в этих, как он, в похожих, да? И просто начались сумасшедшие просмотры, причем не только новых видео, но и старых видосов. Как только я вернулся в Беларусь, опять же, три дня прошло, все, как ножом обрезали, обрубили, и все. Просмотров нет. Нет, не только у меня, это у всех каналов белорусских, которые я знаю. Видеоблогером в Беларуси очень тяжело живется. Поэтому? Поэтому мы едем в Россию. Домой. Домой. Ну как, временно, естественно. Наберем аудиторию, полмиллиона человек, вернемся и устроим тут анархию полную. Редактор субтитров А.Семкин